друзья подписчики всем огромный привет с вами и джин локс в общем сегодня хотел ну пока сейчас с максимум там видим знакомым в гости но отмечать уезд в каролину это пока небольшая вот эта дорога я хочу для вас небольшой был таблок записать который часто спрашивают в комментариях ну вообще этот вопрос часто поднимается и я это много раз говорил просто хочу это сделать в отдельном видео чтобы люди понимали уже ситуация прояснилась вот короче по какому вопросу по тому вопросу что мне часто говорят почему ты не хочешь развивать канал там набирать подписчиков зарабатывать на этом в общем друзья смотрите ну и все в этом плане почему у тебя мало подписчиков или почему ты на выкладываешься как он ты никогда в жизни канал не разобьешь ну вот такую всякую спрашивать вещи в общем смотрите какой ответ на этот вопрос во первое что касается самого канала я вам говорил изначально еще когда это было давно-давно что канал это чисто хобби я никогда его не рассматривал там как средство заработка никогда я не размещал никакую рекламу хотя и постоянно предлагать да конечно у меня есть монетизация чтобы она окупала там мои расходы на youtube ну там хотя бы эти камеры там освещение карты памяти вот такой вот я потом в конце года конечно плачу налоги оттуда во все эти покупки списывают но какая-то прибыль мне для жизни с этого не нужна я как бы ее нету щас и я не ну ее не планирую развивать будущем я ее никогда не планировал развивать свой канал и никогда нигде не рекламировал никогда ни с кем не корабль не коллаборировал то есть большинство тут только я вам так скажу кушу каких-то других каналов я на своем развиваю знаете без тоже без всякой прибыли для себя который я рекомендую свой канал я вообще ни разу нигде не рекламировал хотя как бы у меня и были для этого возможности этому с кем-то договориться знаете с кем-то блогерами им там что-то порекламировать их не канала на тому или там какое-то видео совместно записать ну я вам объясняю это чисто хобби шобби которые делаю потому что как бы для меня в этом больше смысл то есть заработок вообще не смысл то что касается количество подписчиков смотрите я вам говорил что я больше ну свою позицию вообще во всем этом деле я не особо там виду какие-то соседи там если кто подписан у меня на контакт на инстаграм вы знаете что там годами ничего не меняется фейсбуке меня вообще нету ну как сам аккаунт есть но я буду заходил там пять раз за всю жизнь в основном только вот ютуб да и в ютубе ну как я себя как со своего взгляда то многие люди думают по-разному кто-то там пишет это там нижний интернет там это трэш чего-то там вот эти трэш контент мне все равно как хотите так и называйте пусть моя позиция я себя позиционирую как лайфстайлер лайфстайлер то есть это человек который показывает свою жизнь и находит как по единомышленников которые тоже этот образ поддерживает понимаете вот это только единственный смысл и все какой образ жизни я вам образ жизни такой который когда человек развивается живет как бы по своим потребностям вот к примеру мне говорят почему ты не хочешь покупать дом я говорил миллион раз это я просто привожу как пример на хрена мне нужен дом плюс тут дело не в деньгах зачем мне нужно огромное помещение 200 метров на одного человека если я спокойно помещаюсь в 50 метров ну сейчас 50 не особо помещаюсь да из-за там барахла но я прикинул 70-80 метров для меня было бы оптимално я про это говорил еще прошлые поиски в каролину что если я буду ставить новый трейлер под жилье я буду рассчитывать на 800 900 квадратных это 80 90 метров ну 70 тоже пойдет на 75 неважно то есть это в этом же и смысл примеру чо я ездил там на старой машине там на старом пикапе хотя я мог бы за кэш до купить просто новый мерседес за наличку ну почему я этого не делаю потому что мне она не надо я живу так как мне нравится я там покупают от старых пикап да там за 10 тысяч грубо говоря десятилетний фонда и я радуюсь ему как ребенок версия без меня ничем не радует нахренал мне нужен чё чё в нем прикольного то что он дорогой или чё мне нравится что я могу свои каяки в кузове возить мне нравится что там палатки мы помещаются в кунге там я могу поехать в поход я могу поехать там знаете куда угодно и мне все это удобно то есть вот это вот то что мне надо пикап для меня идеал ну да может быть можно было бы новый купить но почему может когда-то и куплю ну просто как я вам говорил у меня были другие приоритеты разобраться как бы с пассивным доходом то есть строительством офисов разобраться со своим собственным жильем же в аренду в парке не платить когда я закончу эти свои цели да когда у меня будет свой трейлер с участком когда у меня будет свои офисы которые будут приносить прибыль потом я буду искать какие-то другие цели но это все равно не будут мерседесы понимаете может быть это будет конечно пикап новый да но это в каком-то будущем там через пять лет пойду конечно куплю хонточку там 2025 со всеми там понтами вот ну и это понимаете я согласен и на старый мне главное чтобы она ездила не ломалась бензина много не ждала и вот это вот для меня приоритеты то есть это понимаете лайфстайл это с английского переводится смысл жизни я это пропагандирую как бы во всем это все что вы не посмотрите на канале она во всем этом присутствует просто она скрыта то что люди пишут даже этом забарахлился вот это все ну друзья ну что я забарахлился вот это все и секонд-хэнда стоит какие-то копейки какие у меня реально есть дорогие вещи вот вообще что-то дорогое у меня есть ну часы да ну я их вот только в этом году купил это я бы не сказал что это там для моих доходов это дорогие вещи часы за 1200 причем шоу всю жизнь у меня их не было я их только купил там это я вам говорил что половина смысла в этой покупке это инвестиция потому что когда их покупал 1200 сейчас они уже 2000 но я знаю что в россии там в европе дешевле часы ну здесь в америке они реально сейчас сильно выросли в цене я-то их там несколько месяцев назад покупал вот я взял 5 часов омега просто как для инвестиций ну потому что они мне реально нравятся то есть те часы которые не нравятся также как это мой мерседес пусть они ходят миллиард стоит знаете если они мне нравятся но даже миллиарда не стоит я не буду их носить понимаете то что мне не нравится не ношу также не покупают то что мне не нравится ну да есть то что я покупаю то что мне не нужно вот это есть я с этим как бы никогда не спорю я никогда этого не отрицал но это понимаете как бы болезнь которая идет советского времени то есть вот когда в советское время я жил в нищете тут ну я реально жил в нищете . у нас была многодетная семья родители были работали на заводе мама вообще не работала там четверо-пятеро детей сами понимаете как работать кто с ними будет сидеть за ними смотреть вот садик меня не принимали потому что я постоянно болел ну только то есть я не ходил вообще детский сад поэтому был такой замкнутый короче как бы антисоциальный подросток меня постоянно милиция ловила ну то есть такая жизнь была вообще очень тяжело и она уже в психологии заложилось когда когда хлам увидел я его купил понимаете ну я это осознаю и не отрицаю понимаете поэтому как бы какое но отношение ну там имеет канал такой вот просто это я вам показываю смотрите как делать не надо не надо покупать дерьмо захламляться вот такое вот но это я уже беру больше под переездом чтобы там упаковывать все и этот самый я вам обозревал вакууматор короче точно такой же когда один к одному как у меня в та же самая модель то же самое новую секунды попался но уже в два раза дорог тот был десятку этот короче двадцатку ну цены выросли инфляция кризис дефицит короче ну взял бы то же самое зачем я его взял если у меня два вакууматора уже есть вот объясните мне кто никто не может этого объяснить друзья но ну и все как бы изменится будущем то есть я надеюсь что когда эта проблема уйдет уже когда в королине буду жить там секонд-ханда нету поэтому захламляться как бы не буду хотя я в обычных магазинах много ненужного беру но посмотрим не хочу насчет этого загадывать то есть я хотел больше вам рассказать как бы про канал и про приоритеты то есть это для меня вообще не приоритеты мне канал особо не важен то есть он горел что у меня больше как бы реальная жизнь намного друзей если там на канале этого не видно это не значит что этом сижу дома ни с кем не общаюсь у меня куча друзей с которыми мы общаемся занимаемся тоже какими-то делами я их не выкладываю почему потому что во первых может они не хочет во вторых я считаю что это в концепцию моего канала не вписывается там много видео с максом дальность руслана почему потому что они сами у них свои каналы они наоборот меня всегда просят чтобы я записывал и чтобы как бы их не каналы продвигать вот они сами как бы ютубер это публичные люди поэтому мы вместе записываем это не значит что у меня нет других друзей их полно и он объясняет есть много друзей с которыми я общаюсь там и рыбачу и за грибами ходим и все такое и созваниваемся и там у нас общие дела разные там и как по материальным делам и полу просто поболтать ну посоветоваться такое просто этого нет на канале она там не надо и я вам объяснил какие причины вот ну я это говорю к тому что у меня приоритет другой как бы друзья реальная жизнь понимаете это для меня приоритет не какие-то соседи я не сижу там для меня путь я вам говорил финансовой независимости это тоже как бы не сумасшествие но это один из моих основных как бы плана и также избавление зависимости правильно вот перепотребление ну ну да с какой-то стороны я согласен у меня много например одежды и много например инструментом но у меня много чего нет телевизора у меня в жизни вообще никогда не было ни на каком периоде жизни у меня никогда не было телеканом привет многих вещей тоже как бы у меня нету ладно друзья буду отключаться это самое вы поняли что он хотел сказать принципе вопросов уже не должно быть макси разобрал свою машину вот она настоит я уже выкладываю это видео потому что я понял трейлер он продает вам адрес еще тут уже скрывать тем более он есть в объявлениях и на крыглись и фейсбуке вот раньше я адрес его не показывал никогда как сюда ехать тоже кто мне пишет что я там что-то палю ничего я не палю никогда не говорю не по деньгам не поэтому когда сумму звучали назовите меня люди кто я вам говорю вот будет заниматься реально клевето если вы что-то утверждаете показываете сразу ссылку на этот момент или просто будете уходить вам несколько человек я забанил но реально я не баню там кто мне пишет что я бомж там или что-то такое ну когда реально начинают писать какую-то клевету такую откровенную я говорю что вдруг если ты не прекратишь или не подтверждаешь свои слова вот тогда уходишь в бан и несколько человек уже забанена именно по этой причине что они не могли подтвердить понимаете никакими доказательствами то вранье которое они выкладывают мне не надо чтобы там весь youtube как бы на это смотрел но про канал я вам сказал что если я его даже как бы сейчас удалю у меня не она особо как бы на мою жизнь или там образ жизни вообще не повлиять я каналам хочу наоборот людям помогать понять вот этот смысл который я уже понял понимаете жизнь в трейлере участок рыбалка охота походы озеро природа поездки с друзьями пикники поездки за границу девчонки то есть все вот эти вещи но никак не мерседесы там не дома какие-то шикарные я не говорю что это плохо это отлично это просто супер у кого есть там семья дети жить на берегу океана там играться собаками у меня этого ничего нет поэтому я живу так как мне нравится так мне хочется так как мне приятно так как я себя чувствую понимаете счастливым вот в этом весь ключевой момент и я показываю это людям потому что находятся единомышленники которым тоже это нравится они к этому стремятся и кто реально этому пути следуйте тоже точно также добиваются огромного успеха он хотя бы на макс посмотреть еще то же самое трейлер каяки ничем он этим не занимался это все ему помог канал а сейчас что новая машина свой участок каролина деньги на трейлер шоу он бы к этому пришлось и бы мог ну своим стилем жизни лайфстайл он как бы понимаете вы даете что-то другим людям вам природа дает что-то взамен и это все работает то есть для того же просто люди не верят что это работают для этого канал чтобы я вам показывал что это работает на реальных примерах то есть вы все видите и вы видите что это все работает что дни какое-то не вранью кто-то верит тут они верят как бы я к этому отношусь абсолютно нейтрально то есть это ваше мнение и но как бы на мои абсолютно никак не повлиять мне несколько лет писали в камен такшу трейлер это бомжатник что никогда ты его не продашь это ни к чему не приведет ладно все друзья пока пока то максу жилой лица машины в общем лайки комменты да благоволит к вам господь с вами был режим локс увидимся на канале